Всем привет! С вами ИнформТВ. Олег Стриженов – советский и российский актер театра и кино, народный артист Советского Союза, звезда фильмов «Овод», 41-й, звезда пленительного счастья, «Капитанская дочка» и многих-многих других. В Щукинское училище он поступает с первого раза. Получая диплом об окончании вуза, Стриженов одновременно был распределен в Таллиннский русский драматический театр, но прослужил в Прибалтике всего один сезон. Актер перебирается в Ленинградский театр имени Пушкина, а оттуда путь лежал в Москву, во МХАТ. Правда, и там увлекающийся артист задержался не навсегда, так как его неудержимо влекла возможность сниматься в кино. Олег официально женился три раза. Его первую избранницу, которую звали Марианна, зрители могли видеть в роли Джеммы в драме «Овод». Этот брак продлился целых 12 лет. За это время у супругов родилась дочь Наталья, пошедшая по стопам родителей. Наталья Стриженова не посвящает журналистов в собственную личную жизнь, поэтому прессе доподлинно неизвестно семейное положение актрисы и личности ее ухажеров. Второй женой Стриженова была Любовь Лифенцова-Земляникина. С ней актер познакомился, когда играл на сцене Московского художественного академического театра. У них родился сын Александр, который сейчас известен как актер или телеведущий программы «Звезда на звезде». Совместная жизнь Олега и Любови продлилась 6 лет, но из-за взаимных претензий они расстались. Кстати, в 2008 году женщина ушла в монастырь. Единственный сын Олега Стриженова пошел по стопам отца. Юноша окончил школу-студию МХАТ и работает актером театра и кино. Выступает на сцене театра Антона Чехова. Также зрители знают сына Олега Стриженова как телеведущего программ «Доброе утро» и «Добрый день» на Первом канале. С последней супругой Стриженова Леонеллой Пырьевой актер познакомился еще в молодые годы. Но только через очень много лет они стали встречаться, а поженились, когда ему было уже глубоко за 40. На сегодняшний день супруги счастливы на протяжении уже 40 лет. Они часто собираются вместе с семьей сына Александра и его жены Екатериной Стриженовой, так как общих детей у Леонеллы и Олега Стриженовых нет. Сегодня внимание прессы все чаще привлекает к себе внучка Олега Стриженова, наследница первого брака актера Александра Холошина. Сначала женщина появилась в эфире телепередачи «Говорим и показываем», где рассказала о собственном опыте суррогатного материнства, а также обвинила дедушку и дядю в отсутствии поддержки. В итоге первым не выдержал Александр Стриженов, который поделился с прессой и другим взглядом на проблему. По словам актера, Холошина 15 лет назад оскорбила собственного деда Олега Стриженова, после чего сама решила жить самостоятельно и не общаться с родственниками. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи!